Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Сначала коротенький анонс. У меня жена сегодня спрашивает Володя, а ты не смотрел сегодня в компьютере, ну в интернете? Ничего там такого не было, что на Чикаго, на Чикаго НЛО летало Я, говорит, да нет, вроде не видел. Ну вот, говорит, а я сегодня сняла, говорит, и фото и видео Вот, что-то, говорит, какая-то интересная ерунда и, в общем, вот она мне обещала, сейчас ее что-то нету Она мне обещала вот это видео, вместе с вами посмотрим, что там такое, что за НЛО, не знаю Следующий ролик будет, да? Вот, а сейчас я, знаете, что хотел поговорить? Я сегодня чистил, там, диспозил свой Ну, это под раковиной, такая фигня, которая измельчает, там, картофель на шкурке, там, и все такое прочее А шкурки? Нет, шкурки, да, вот так Сбываю русский язык, и сломалась она, я ее ремонтировал И вот, что-то мне в голову сбрело, что, как много в Америке выбрасывают еды? Ну, где-то, по некоторым подсчетам, там, 80, а то и 90 процентов Ну, я уже рассказывал, я не буду заострять То есть, в Америке еда, во-первых, дешевая, во-вторых, калорийная, а в третьей ее даже столько, что вот выбрасывают просто-напросто, понимаете? Вот, и это давно, сколько я здесь живу, ну, давно, в общем, да Еды в Америке очень много, потому что боятся голодных в Америке Это мне многие говорили, из многих уст я слышал, что голодный человек такой, что он может на площадь куда-то пойти А американцы, они, знаете, какие они, ох Вот, и я вот подумал, так вот просто прикинул Вот сколько я живу, ну, вернее, жил, да 50 лет почти я жил в России, да Вот всегда были проблемы с едой Всегда, вот совсем я маленький был, да Ну, я, честно говоря, не помню, там, в Хрущевске были очереди за хлебом, да Я не помню, просто совсем маленький был, да Но, вот помню, когда вот уже в таком более-менее возрасте, школьник, да Мы ездили в деревню, в соседнюю, там, Екатериновку, под Саратовом, да Мы с собой всегда брали, значит, буханки хлеба такого круглого за 14 копеек Нет, 14 или 16, 16, кажется, копеек тогда стоило Вот, потому что у них вот в деревне то, что привозили в Сирепо хлеб, он невкусный совершенно А наш, ну, в Саратове-то было более-менее Вот, а когда я в первый раз поехал в Москву посмотреть, а там хлеб белый, а у нас он какой-то желтый То есть, ну, качество не то, в Москве хлебушек беленький совсем Вот, это вот про хлеб И потом вот как-то уже с колбасой стали проблемы Я помню, ну, я маленький совсем, ну, как в первый-пятый класс я жил в Риге Там, ну, всегда колбаса была 2,20, 2,40, там, помню, такие цены, да, нормально Не было проблем вкусных, но это Рига А вот когда я потом приехал в Саратов, уже начинались, ну, какой-то год Ну, пускай там 67-й, 68-й, да Уже начинались проблемы с колбасой, с мясом, а потом уже, уже дикие очереди были за колбасой, за мясом И уже люди начали ездить в Москву, да Ну, вот, да, и потом, знаете, вот что мне вспоминается? Наш магазин «Дружба» возле Саратова, ну, когда я сюда уезжал Ну, это уже вот 2005 год Вот как зайдешь в молочный отдел, стоят эти треугольные пакеты И из них течет, и все как-то грязно, все как-то безобразно Да, ну, вот как-то так И потом, знаете, что еще я вспомнил? У меня была одна знакомая, она пошла учиться, очень умная девочка Вот, но она пошла не в институт, а в Саратове был там Он, как это называется, техникум, заученный техникум советской торговли, что ли Что-то в этом роде Я говорю, а что тебя туда понесло-то? Пошла бы в университет Не, говорит, я, говорит, смотрю в будущее Если я, говорит, буду в торговле работать, у нас в доме всегда будет Я не хочу ругаться за еды, понимаете Ну, торговлю, конечно, имела всегда, да Вот, и я вот подумал, что вот, смотрите Ну, сколько денег уходит из дохода, из зарплаты, там, из пенсии на еду Да большая часть, ребят Да большая часть Здесь, в Америке, ну, какие-то проценты Их даже и считать бессмысленно Ну, конечно, если ты ходишь по ресторанам Да здесь и рестораны В ресторанах тоже, там, салатик закажешь, салатик, да Салатик себе там такую чашу приносят Мы всегда женой на двоих берем Одному не съесть Вот, и всегда коробочки несут Уже не спрашивают Вот когда, ну, видят, что у нас остается половина, да В коробочке все складывают Ну, считается для собак, да Ну, какое там для собак? Оно вкусное Оно все вкусное Ну, на второй день съешь, на третий Вот, а все, что не съели, допустим, приготовили Вот я начал с этого, да, в буфете, там, в китайском, да И вот все выбрасывается абсолютно Ну, конечно, полуфабрикаты, которые не использованы там в холодильнике Они какое-то время лежат, да А так все выбрасывается на помойку Ну, или иногда продается просто там, ну, за бесценок буквально Еще я рассказывал, вот школы, когда кормят детей, да Ну, там, в пакетиках молоко, там, еще что-то такое Ну, в пакетах, да Вот, и то, что дети не съели Вот, просто выносят на улицу всю эту тележку Да, подходи, бери, кому надо Уже все знают Вот, ну, берут, почему же нет Почему не взять, да Ну, вот, как-то так То есть, здесь еды всегда было полно, ребята Страшное количество Я говорю, я еще маленький был Ну, брат постарше меня на 8 лет Он мне всегда говорил, малый, как-то Так он меня звал В Америке жратва дешевая Вообще копейки стоит Ну, так оно и есть И вот сейчас здесь цены Я тысячу раз уже показывал, да Ребят, примерно такие же, как, ну, в Москве Или в России где-то, да Примерно такие же За мясо, за колбасу, за фрукты Да, ну, здесь Зарплаты же несравнимые Многократно больше Ну, в Москве-то еще, может быть, и сравнимо как-то, да А со средней зарплатой там 15-16 тысяч рублей Ну, это, конечно, я вам, да Это даже, ну, не с чем сравнить, как говорится Ну, вот так, ребята Я вот, я просто, вы знаете Грубо, дозримо Насчет еды, да Вот самое Самое, что необходимо человеку Это, конечно, есть Ему нужно каждый день В Америке с этим И почему я тоже уже рассказывал Если у тебя сложилась такая ситуация Что тебе совсем нечего кушать Ну, иди в церковь Да ради бога Ничего, даже документов никаких не надо Продъявлять Пришел Вот, взял, сколько тебе надо И иди домой кушай Там все свежее Там все хорошее Вот, здесь не бывает такого Что людям дают что-то несвежее Это просто исключено, понимаете Даже в церквях Ну, вот так вот И сейчас я посмотрю Что мне там жена должна принести Вот, я ролик сделаю Вот это НЛО, да Странно как-то, странно Ну, всего хорошего Доктор Влад с вами